Добрый день! Ну что, сегодня расскажу про такой вообще пристранный вариант известного нам всем растения как пахира. Вот это у нас пришло из Голландии, никогда в таком виде не приходило, но я почему хочу о нем рассказать, потому что очень часто, когда мы показываем какую-то обрезку, формирование, наши зрители начинают страшно переживать, что дальше будет с растением. Ведь многие боятся вообще прикасаться к растению, даже лист какой-то желтый оторвать, потому что считают, что это может растению каким-то образом повредить. Так вот вариант, в котором мы видим сейчас пахира, он, конечно, совершенно необыкновенный. Посмотрите, росло, как я понимаю, уже достаточно приличное растение. Кстати, мы показывали как-то формирование пахира, и сейчас мы покажем вам результат. Когда мы ее обрезали в прошлый раз, там просто торчали палки. Вот я вам покажу, как прекрасно она обросла. И вот такой вариант, видите? Вот, например, по каким-то поводам пахира плохо, ну растет, но потом изрослась, некрасиво себя чувствует, да и в доме выглядит отвратительно. Поэтому можно сделать вот такой вот бонсайный, вот я даже думаю, Володь, мы можем посадить это в бонсайную пложку, правильно? И как бонсай уже и преподносить. Вот, потому что, вот видите, вот срез, да, абсолютно. Вот такой вот срезали уже достаточно высокий ствол, если вот здесь вот такая толщина, то, я думаю, высота растения уже была под 2 метра. Вот срезали, и вот как начинает обрастать, опять-таки, то же самое, что мы говорили про драцену, например, да, как распускаются спящие почки, вот этих раз, два, три, четыре, пять. Вот, видите, вот пять почек проснулись. И вот получилось, вот такое, на мой взгляд, очень симпатичное, декоративное маленькое растение. Поэтому, когда у вас что-то происходит с вашими растениями дома, с хикусами, там, я не знаю, с филодендронами, с самыми разными, вот путем формирования можно, во-первых, исправить положение, если оно какое-то не очень там растение уже выглядит декоративно. А с другой стороны, получить совершенно новый экземпляр, тоже очень даже симпатичный. Вот, видите, по херу вообще растение очень неприхотливое, и, соответственно, ничего там какого-то особенного в уходе нет. Ну, как всегда я говорю, свет, умеренный полив и так далее. Вот, но при этом, конечно, с растением что-то может произойти, оно может просто израстись. И будет длинный, тонкий ствол, палка, и на конце какая-то там кисточка, которая выглядит не очень хорошо. Может быть, она выглядит как-то стильно. А может быть, такой вариант совершенно не подходит к интерьеру. Поэтому на любой высоте мы срезаем это растение, и вот что получаем. Понимаете? При том, что в отличие от драцины, я не знаю, честно говоря, хорошо ли она черенкуется. Но думаю, что хорошо черенкуется, потому что, ну, а что тут, собственно говоря, если вот этот остаток так хорошо дает спящие почки, просыпаются, то я думаю, что черенкование пахиры, в общем, не представляет никакой сложности. Хотя мы можем попробовать. Вот почему-то мы те палки-то, наверное, не черенковали, просто выкинули. Да. Вот. А сейчас мы тогда, Володь, давай с тобой пройдем и покажем всем, что произошло с нашей той пахирой, чтобы понимали, что можно на таком уровне срезать, можно на таком уровне срезать, а можно срезать на каком-то более высоком. Та у нас была вообще уже под 3 метра, да, и мы из нее сделали где-то метра 80. Вот. Ну и вот тоже, что получилось. К чему я это все говорю? К тому, что вы не должны бояться формировать свои растения. Смело можете их резать, но единственное, помните, единственное, что у нас есть растения с единственной точкой роста. Это пальмы у нас, да, пальмы. Например, саговник. У саговника бывают детки снизу, но если срезать ствол, то вот так со ствола никакие почки не проснутся. И даст ли потом эта шишка, например, сбоку, неизвестно. Но таких растений очень мало. В основном все у нас обладают огромным запасом спящих почек. Их много в разных местах. И поэтому обрезка, она только спровоцирует их рост. Не бойтесь, режьте и формируйте. Ну, пойдемте, дойдем до той. Ну, вот, вспоминайте, кто видел, кто не видел, вот вам показываю. Вот видите, вот это все места наших срезов. Вот. Вот была высокая такая палка, вот мы все обрезали. И была буквально такая тощая, некрасивая, вообще листья практически не росли. Вот смотрите, во-первых, мы переплели все эти стволы, а во-вторых, соответственно, вот проснулись спящие почки. И посмотрите, вот где-то проснулась одна, где-то вот две проснулись на стволе. Поэтому вот таким образом это произошло. И сейчас уже растение, я считаю, что очень декоративное, вполне вот такое интерьерное, которое можно где-то использовать там, ну, к месту какому-то. Вот. Видите? То есть прекрасно растение себя чувствует, и из какого-то гадкого утенка превратилось во вполне такого себе неплохого, ну, если не лебедя, то, по крайней мере, селезня. Правда? Вот. И что, и очень даже хорошо. Поэтому дерзайте. Если у кого что-то вот такое вот есть, не очень красивое, как только видите, что растение стало голенастым и несимпатичным, вот вам, пожалуйста, пример того, как надо с ним поступить. И думаю, что будете и сами довольны, и растение тоже откликнется. Вот таким образом стояла она очень грустная, а сейчас вот и веселая. Поэтому не бойтесь, растение не будет от этого никакого вреда, а наоборот может спровоцировать его хороший рост. Ну вот. Вот таким образом можно поступать. Поэтому дерзайте, делайте это все, из старых растений делайте новые, успехов вам. Ну и, естественно, до новых встреч. До свидания.